Биопрепарат получаемый из тапиоки, маниоки. Исторические факты свидетельствуют о том, как много сделал Махараджа Шриви Шакам Терунал для популяризации выращивания тапиоки в штате Керала в XIX веке. Но мог ли он представить, что у тапиоки или маниоки была бы другая роль, кроме продукта питания? Исследовательская группа под руководством доктора Джая Пракаша в Центральном научно-исследовательском институте клубневодства Тривандрум осуществила извлечение инсектицидных молекул из листьев и клубней кожуры тапиоки и разработала четыре мощных биопестицида, а именно нанма, менма, шрея и шакти. Доктор Чакрабарти, директор Центральный научно-исследовательский институт клубневодства. Данная технология уже используется фермерами Кералы. Эффективность подобных биовеществ уже доказана. В настоящее время мы распространяем данную технологию по всей стране в целях борьбы с целым рядом насекомых-вредителей. Они являются хорошей альтернативой синтетическим инсектицидам для борьбы с широким спектром насекомых-вредителей, овощных и плодовых культур. Доктор Джайя Пракаш, руководитель отдела по защите урожая. Мы отделили биоактивные вещества из листьев тапиоки и выработали четыре биопестицида, такие как менма, нанма, шрея и шакти. Жу-долгоносик является вредоносным для банановых стеблей, но это можно эффективно контролировать с помощью биопестицидов, таких как нанма и шрея. По аналогии имеются некоторые сосущие вредители, такие как мучнистые жуки, бахромчатокрылые тля и прочие, которые представляют угрозу для сельскохозяйственных угодий. Биопестициды шрея и нанма являются хорошими средствами против данных вредителей. Вскоре мы планируем производить указанные продукты, а также технологии на коммерческой основе. Это устройство, которое используется для выделения инсектицидных веществ из маниоки. Листья и веточки маниоки непосредственно подаются в измельчитель и измельчаются с определенным количеством воды. Готовая суспензия передается в специальную камеру, где суспензия превращается в однородную смесь. Камера запрограммирована для облегчения реакции ферментации и в конечном счете инсектицидные молекулы высвобождаются из суспензии. При охлаждении этой системы активные вещества начинают капать вниз и собираются в специальную емкость. Теперь биопрепарат менма готов. Этот экстракт также используется для разработки трех других биопестицидов – нанма, шрея и шакти. Отходы сбрасывают, и вода собирается в бак, а листовые отходы собираются в этом ведре. Эта вода может снова быть переработана. Биоотходы можно использовать в качестве органических удобрений или даже в качестве корма для животных. Соединения, выделенные из листьев клубни и кожуры, будут затем подвергнуты испытанию на токсичность. Насекомые взаимодействуют с ватным шариком, пропитанным новым веществом. Теперь вы можете наблюдать, как быстро эти насекомые погибают. Это механизмы и цилиндры для разделения и хранения биовещества из листа маниотки. Данное вещество используется для защиты от вредителей готовой продукции, складируемой на хранение. Директор на пенсии в настоящее время. Отдел сельского хозяйства Керала. Как сельскохозяйственная культура, тапиока помогла спасти штат Керала от голода в 50-х и 60-х годах прошлого века. В настоящее время важность тапиоки приняла новый оборот. Листья тапиоки могут производить сырье для разработки натуральных пестицидов международного значения. Данные пестициды могут уничтожать несколько насекомых, которые сложно контролировать, в особенности тлю и многие другие различные группы вредителей. Если данные пестициды получат распространение, они могут стать мировыми бестселлерами в органическом земледелии. Давайте посмотрим на использование этих биопестицидов. Долгоносик является основным вредителем банана, и это кошмар каждого фермера, который выращивает бананы. Как защитить растение от долгоносика? Вырезать и удалить старые листья из растений 4-5 месяцев. Удалить воду, попавшую в углубление в области листа путем встряхивания. Смешать менма 50 мл с 1 литром воды и хорошо взболтать. Опрыскивайте этой смесью листья и стебли. Повторите процедуру на 6-м месяце. Теперь давайте посмотрим использование менма. Если поле уже заражено долгоносиком, то нанма не работает. Здесь менма является лучшим вариантом. Центральный научно-исследовательский институт клубневодства разработал специальный аппликатор для его введения. Эксудат из псевдо-стебля является видимым симптомом заражения долгоносиком. В этом случае необходимо заполнить шприц с веществом менма и впрыснуть всего 5 см ниже зараженной поверхности. Медленно нажмите поршень и выпустите биопрепарат. Отведите назад шприц и продолжите опрыскивание. Повторите этот процесс на двух других сторонах. Нанма и менма были выработаны из маниоки и протестированы на 100 тысячах бананах на фермерских полях и доказали свою значительную эффективность в борьбе с насекомыми вредителями. Нанма может также использоваться против сосущих вредителей, папай и прочих овощных культур. Данные биопестициды представляют собой настоящее благо для фермеров. Таких вредителей, как трипсы, белокрылки и другие насекомые вредители также можно уничтожать с помощью менма. Это мучнистые жуки, которые являются общими вредителями практически во всех культурах. В начале обработки урожая я использовал различные инсектициды, но безуспешно. После использования нанма я заметил существенную разницу в моем урожае. С помощью нанма можно полностью контролировать жука-долгоносика на бананах. То же самое можно сказать и о Шрея. После использования данных пестицидов обработка урожая стала прибыльным бизнесом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я использую нанма на моем участке. Это действительно эффективное средство. После использования данных биопестицидов исчезли заражения белокрылкой, мучнистым жуком и прочими вредителями. Вне всяких сомнений, это замечательные средства. Сарасвади, домохозяйка, Каруман Здесь я занимаюсь смешанным сельским хозяйством. Этот участок относится к нимам Кришиваван. Я использую биопестициды нанма и Шрея, разработанные Центральным научно-исследовательским институтом клубневодства. И они доказали свою эффективность в управлении насекомыми вредителями на моем участке. Маниолка Маниолка, которую популяризировали здесь в течение XIX века в качестве продукта питания, была диверсифицирована в ее использовании. Надеемся, в будущем эта культура может использоваться гораздо шире. Продолжение следует... Продолжение следует...